Прима-Медиа-Лайф Что значит эти слова «региональная политика» и «законность»? Какие вопросы рассматривать? Наш комитет по региональной политике и законности рассматривает вопросы, связанные с административным законодательством, той его частью, что входит в полномочия Приморского края. Чтобы было понятней слушателям, например, это вопросы об административных правонарушениях, которые регулируются краевым законом, то есть та часть. Это вопросы, связанные с деятельностью органов государственной власти Приморского края, органов местного самоуправления, то есть законодательства в области государственной гражданской службы, муниципальной службы, вопросы устава Приморского края. Также это вопросы, связанные с избирательным законодательством, ну и другие вопросы, которые попадают в обозначенные сферы той или иной степени. Ну вот последние месяцы на слуху вопрос, связанный с формированием общественной палаты. Он, в принципе, обсуждается с самого момента прихода нынешнего губернатора в Белый дом. Ну вот последние месяцы как-то закон забуксовал. Каковы позиции депутатов в этом вопросе и вот ваша личная позиция? Хорошо. Ну, закон вообще обсуждается достаточно давно, даже и до прихода нынешнего губернатора в Белый дом. Просто предыдущий губернатор был противником введения такого органа, как общественная палата. В принципе. Да, в принципе. И закон завис на уровне второго чтения в прошлом законодательном собрании. Он был принят в первом чтении, был подготовлен комитетом ко второму, и на этом все остановилось. Потому что в прошлом законодательном собрании большинство депутатов не решались пойти против мнения губернатора. И просто не выносился этот вопрос на рассмотрение. Когда губернатор нынешний занял свою должность, он одной из первых своих задач заявил, что он будет заниматься законом в общественной палате. Была создана рабочая группа, она работала год, был внесен разработанный данной группой законопроект. И он был принят депутатами фактически единогласно. Я не помню, что кто-то выступил из депутатов либо против него. То есть практически здесь все фракции единодушно поддержали в первом чтении. Дальше депутатами были внесены поправки, которые были рассмотрены на комитетом ко второму чтению. То есть это поправки, связанные с порядком формирования общественной палаты. К примеру, губернатор предлагал, чтобы часть общественной палаты формировалась, то есть непосредственно им 9 человек, остальные на собраниях, конференциях, общей конференции общественных объединений. То есть мы посчитали, что законодательное собрание должно также участвовать в формировании данной палаты. Несколько есть ряд поправок, по которым законодательное собрание также будет назначать тогда своих представителей. То есть общий принцип не меняется, то есть только добавляется еще один субъект назначения в общественную палату, законодательное собрание. Ряд были поправок технического содержания. По численности мы предложили сократить до 30 человек, а не 49, то есть как было у губернатора. То есть, ну вот пока, насколько мне известно, администрация с рядом поправок, которые внесли депутаты, она не согласилась непосредственно к губернатору. И губернатор попросил задержать процедуру второго чтения для дополнительных консультаций с депутатами. То есть он закон не отозвал, то есть закон остается в законодательном собрании, рассматривается и будет дополнительно рассматриваться во втором чтении. А уже известны сроки, то есть когда вот эти консультации, вы сказали, пройдут? Ну вообще губернатор до заседания следующего комитета. То есть это октябрь месяц? Да, то есть к следующему заседанию законодательного собрания в конец октября должен вопрос быть рассмотрен во втором чтении. Ну вы ожидаете все-таки, что депутаты тоже свою квоту получат при формировании палаты? Конечно, я думаю, здесь эти поправки, конечно же, пройдут через законодательное собрание. По крайней мере на совещании, которое проходило с участием, там участвовали депутаты всех фракций, то есть практически все депутаты на этом сошлись. А вот что касается взаимоотношений общественной палаты и ЗАГС Собрана, то есть будет ли здесь какая-то отчетность, экспертиза законопроектов? Как вот это взаимодействие будет строиться? То есть здесь вот тоже один из моментов закона губернатора. В проекте губернатора значилось, что общественная палата должна осуществлять контроль за законодательным собранием. То есть мнение правового управления законодательного собрания и вот тех поправок, что были, что как таковой общественный контроль за депутатами являются выборы. То есть как представительная власть именно контроль за депутатами осуществляется в виде неизбрания заново тех депутатов, которые не оправдали свое доверие. То есть и прямого контроля, конечно, общественной палаты за деятельностью представительного органа власти, в том смысле, что поднимается под этим словом, быть не может. То есть, но в то же время, естественно, общественная палата должна иметь право доступа ко всем документам, которые проходят через законодательное собрание, законопроекты. Она вправе высказывать свое мнение, давать общественное, свое заключение по тому или иному предложению. Другое дело, что в силу того, что законодательный процесс, он регулируется и в том числе и федеральным законом, то есть такое мнение не может быть обязательным. Но это в силу федерального закона. Пригласить членов общественной палаты вы на комитет можете? Конечно, мы можем и по своей инициативе никто им, конечно, не откажет. И это мнение, естественно, будет доведено до депутатов, если оно будет. Другое дело, что нет в законе прямых механизмов этого, но тем не менее, оно не является обязательным. То есть участие общественной палаты при рассмотрении того или иного законопроекта не может быть обязательным. То есть если общественная палата по своей инициативе захочет принять участие в рассмотрении того или иного законопроекта, законодательным собранием, естественно, ее мнение должно быть учтено. Ну вот раз уж коснулись темы депутатов и выборов, вот тоже такой дискуссионный вопрос последних месяцев, это перевод председателей избирательной комиссии на территориях на постоянную основу. То есть они получают статус госслужащих. Вот хотел вас уточнить, они в этом случае какие-то свои нынешние должности в органах власти, они обязаны будут оставить? Да, в этом случае, естественно, нельзя занимать две должности государственной службы. Две государственные должности занимать нельзя по действующему закону. Поэтому, естественно, если они вынуждены, будут оставить. И вот это одна из причин, по которой мы и выступали против данного законопроекта. Мы, конечно, выступали против и по финансовому обеспечению, что это неоправданная финансовая нагрузка. Но с другой стороны, то есть человек, становясь председателем, на постоянной основе уходит со своей основной работы, занимается только этим и, естественно... То есть это его единственный доход будет? Да, это будет его единственный доход. Назначение происходит на пять лет краевой избирательной комиссии, в которой имеется определенное большинство, явно она зависима от определенной партии и администрации. Края это мы видим налицо, потому что она вносит, что она принимает, какие решения. И в данном случае, если его работа не устроит, то его можно легко убрать. То есть человек становится более зависимым. Если сейчас еще есть председатели, которые действительно малопослушны, то есть руководствуются законом, то есть как бы не держать за свою должность, то после того, что произойдет, председатели будут очень... То есть по сути это такой же чиновник будет? Это будет такой же чиновник, да, причем чиновник, который имеет большой риск потерять свою работу. А вот вы проводили анализ по нынешним председателям ТИКов, то есть сколько они сейчас на своей основной работе получают и сколько будут получать на постоянной основной? То есть они выиграют или проиграют? Большинство, конечно, выиграют. Почему? Потому что вот сейчас то, что им установлена зарплата в размере 40, практически это сумма в районе 40 тысяч рублей в месяц, то есть на должностях муниципальной службы такую зарплату мало кто получает. А Краевая избирательная комиссия, когда внесла законопроект, она вообще предлагала им установить 80 тысяч изначально. Это уже поправка бюджетного комитета, сократили до 40. А вот, ну, к примеру, зарплата многих глав районов, то есть муниципальных, она на уровне 50-60 тысяч. То есть предлагали сделать его, по сути, самым оплачиваемым чиновникам на местах. Более богатым, чем главным чиновникам. Да, ну вот сейчас вот поправка, которая сейчас вошла, ну вот к примеру тоже, она приравняла председателя территориальной комиссии к чиновнику, который замещает должность службы соцзащиты района. То есть начальник соцзащиты района получает примерно столько же. То есть большинство, конечно, выиграет. Ну и выиграет еще и в плане ответственности, в плане работы. Все-таки одно дело тот же чиновник соцзащиты, который работой загружен постоянно, и у него работы очень много. Другое дело председатель территориальной комиссии, где много работы именно в период выборов. В межвыборный период большого объема именно работы такой нет, чтобы платить за это такие деньги. А вот у них как-то отчетность, ответственность, то есть они какие-то дополнительные документы при своей работе должны? То есть справки о доходах подавать? Ну естественно, на них будет распространяться полностью законодательство. То есть контроль тоже, с одной стороны, усилится. Ну да, хотя усилить контроль можно было бы и другим путем. То есть опять же вести эти все ограничения можно было и для нештатных единиц. То есть дополнительный контроль, то есть это все можно было сделать. Для этого не надо было им давать статус государственного служащего с постоянной оплатой труда. Вот в том числе один из аргументов, который мы приводили, что сейчас, даже сегодня, когда их труд оплачивается только в период выборов, то есть даже сегодня желающих стать председателями комиссий достаточно. Ну например, когда формировались председатели территориальных комиссий, краевой избирательной комиссии, это было два года назад, то есть мы по ряду территорий вносили предложения свои по председателям комиссий. И ни одно из наших предложений не было принято. Поэтому когда председатель краевой комиссии говорила, что на них свалилась только работа, как же они сейчас будут работать, председатели, без зарплаты, я выступил с предложением, там, где председатели не хотят работать, КПРФ даст свою кандидатуру человека, который будет работать на прежних условиях. Да, бескорыстно. Ну вот вообще через ваш комитет проходят все правки, если так можно выразиться, избирательного законодательства, избирательного кодекса. Были ли моменты, прецеденты, когда все-таки мнение оппозиции учитывалось? Поскольку КПРФ все-таки 9 депутатов. За все время, по сути, это было только на один раз. Нам удалось добиться того, чтобы поправка, которую внесла краевая комиссия, не прошла. Вы знаете, что сейчас на муниципальных выборах право голоса обладают избиратели, которые зарегистрированы по месту жительства на данной территории. То есть, по сути, была оправка комиссии, которая позволяла студентам, зарегистрированным по месту пребывания, ряда иных категорий голосовать на муниципальных выборах. То есть, тем, кто зарегистрирован по месту пребывания в каком-то общежитии, то есть, они получали право голоса по той поправке. И здесь мы выступили, наши фракции выступили категорически против. Мы даже не пришли на начало заседания. И только таким путем добились того, чтобы эта часть была отозвана. Что касается остальных моментов, к сожалению, нам не удалось с другими фракциями действовать консолидированно. Ну и, конечно, хотя они и голосовали против, но эти поправки проходили. Это касается и отмены второго тура на муниципальных выборов. То есть тогда, к сожалению, только наша фракция проголосовала против и ЛДПР, и справедливая Россия. Нас не поддержали в этом, поддержали отмену второго тура. На наш взгляд это сделало выборы куда менее легитимными. Это и введение метода империали. Но здесь мы уже были едины, просто единой России хватило голосов. Тогда самостоятельно они обеспечили полную явку своего корпуса и провели распределение мандатов этим несправедливым методом. То есть фактически сегодня избирательная краевая комиссия, вот в последнее время она, те законопроекты, которые она вносит по избирательному законодательству, они по сути все в интересах одной партии. Почему я и говорю, что комиссия во многом сегодня зависима. А вот сейчас на федеральном уровне опять поднялась тема графа против всех, которая была отменена, дай бог памяти, лет 7 назад. Да, где-то в 2006 году. Да, да, да. На ваш взгляд это для существующих оппозиционных партий, крупных я имею в виду, КПРФ, Справедливая Россия, ЛДПР. Введение такой графы было бы выгодным или наоборот это оттянуло бы голоса? Хорошо. Когда данную графу отменяли, ее отменяли, кстати, вместе с барьером явки, мы тогда выступали категорически против ее отмены, потому что это по сути снижает легитимность выборов. То есть люди, которым кандидаты не нравятся, они просто либо не приходят на выборы, либо в редком случае приходят, портят бюллетени. А все-таки на наш взгляд выборы легитимны, то есть имеют общественный вес, общественное признание, когда явка максимальная. И данная графа должна была оставаться. Второй момент, почему мы выступали против, что распространена иногда практика снятия неугодных кандидатов оппозиции, которые имеют весомые шансы пройти. Ну, например, на прошедших выборов у нас совершенно по надуманным основаниям сняли нашего кандидата на должность главы Харольского района. Мы уверены, что он имел очень хорошие шансы и мог победить на данных выборах. То есть если бы была графа против всех, то наши сторонники, сторонники нашего кандидата могли прийти на выборы, высказать свое мнение, проголосовать против всех и не дать тем самым провести, пройти кандидату, который не отвечает интересам населения. А сегодня выборы состоятся при любой явке. Именно поэтому тогда мы были против ее отмены. Почему сегодня власть ее вносит вновь, эту графу? Ну, расчет на то, что графа против всех отвлечет голоса оппозиции дополнительно. Что ряд людей, которые против власти, придут на выборы и проголосуют не за оппозицию, а проголосуют против всех. Я думаю, они руководствуются именно этим. Но тем не менее, конечно, в данном плане у нас могут быть некоторые опасения, но тем не менее, мы все равно это поддержим. Если данный вопрос встанет на голосование, дойдет до закона проекта, естественно, мы будем выступать за, поскольку население должно иметь возможность на выборах высказаться, в том числе и таким образом. Вот перейдем еще к одной большой такой ответственной сфере деятельности комитета. Это административное законодательство, которое постоянно меняется. Вот в сентябре, кажется, да, месяц назад администрация вышла с предложением ввести штрафы для нелегальных перевозчиков, то есть для маршруток, грубо говоря, которые там между городами у нас возят, пассажиров за их деятельность. Вот как вы относитесь к этому предложению? Потому что проблему надо все равно как-то решать. Я понял. Проблема, конечно, у нас на комитете, на рабочей группе, которая была по данному вопросу, рассматривалась очень основательно. И, на мой взгляд, все-таки вот данное предложение администрации, оно носит во многом такой непродуманный популейский характер, хотя, по сути, оно имеет право на жизнь. Попробую здесь пояснить. Поводом для внесения данного законопроекта стали те аварии и ДТП, которые происходят в крае с участием данных нелегальных перевозчиков. И вот в частности ДТП, которое произошло осенью, когда маршрутка, водитель шел с нарушением скорости в снег, не учел дорожные условия, погибло тогда несколько человек. То есть, конечно, гибель людей, она как-то попытка это предотвратить породила вот такой законопроект. Здесь есть несколько проблем при его принятии. Во-первых, эти перевозчики, как выяснилось на комитете, как мы слушали представителей правоохранительных органов, их лишь условно можно назвать нелегальными. В основном все они имеют лицензию на оказание услуг в виде такси. То есть, просто они стоят на автовокзалах, зазывают людей и их везут. То есть, они не имеют лицензии на работу на маршрутах, как маршрутные автобусы, но у них есть право работать как такси. А в данном случае запрета в действующем законодательстве на то, чтобы таксист стоял и зазывал к себе людей, такого нет. Поэтому, конечно, здесь весьма... То есть, это федеральная, да? Да, это федеральная сфера. Здесь есть мнение прокуратуры. Прокуратура тоже считает, что установление такой ответственности является также сферой федеральной. И что, если закон Приморского края такой будет принят, то фактически первый оштрафованный за это сможет обратиться в суд, оспорить данный законопроект и, по сути, его отменить. Поэтому данная мера, она долго работать не будет. То есть, если его... То есть, практически представитель прокуратуры на заседании приводил схожие законопроекты в других регионах, и что, фактически, все они были отменены судом, как противоречащие федеральному. Поэтому, конечно, если и такую ответственность вводить, то надо менять федеральное законодательство. Потому что, ну, ни к чего это не приведет. Переводчики, как правило, это все-таки бизнес. У них есть деньги, у них есть юристы. И я думаю, они очень быстро смогут этот закон протестовать и большого выигрыша это не даст. Поэтому, помимо... Я считаю, что здесь все-таки надо было бы поработать над изменением федерального законодательства, определить запреты на, вот, допустим, на то, чтобы таксисты работали непосредственно в близости остановок, автовокзалов, и установить уже такую ответственность. Второй момент, который здесь... Надо разобраться в причинах, почему люди пользуются данными маршрутками. Ведь все-таки все же понимают, что эти перевозчики, что там нет должного технического осмотра, что водители нарушают скоростной режим. Ну, водителей никто не осматривает. Да, водителей никто не осматривает. Пассажиры ведь прекрасно это понимают, когда садятся в маршрутку. Поэтому здесь надо просто постараться разобраться в причинах и устранить причины, те, по которым люди пользуются данными маршрутками. А причины здесь простые, что сегодня рейсов практически не хватает. Сегодня вот расписание автобусов, оно, по сути, не учитывает пассажиропотоки. То есть, ну, допустим, вот всегда известно, что вот перед выходными днями людей едет больше. Больше людей ездит летом. Тем не менее, новые рейсы, новые автобусы совершенно не водятся. То есть, поэтому здесь, конечно, надо было бы уделить внимание все-таки развитию и муниципального транспорта, может быть, выделению дотаций, чтобы у людей была возможность комфортно уехать на муниципальном автобусе или на автобусе транспортного предприятия, которое выполняет все необходимые требования к таким перевозкам. А вот представители ГИБДД, других контролирующих структур, как-то могут тоже на ситуацию повлиять? Может быть, за что-то другое штрафовать? Ну, конечно. То есть, тут тоже можно установить дополнительные правила к тем же, я об этом вот сказал, к тем же таксистам, чтобы запретить... Ну, это федерально, это как бы долго, да? То есть, это долгий процесс, а проблема здесь и сейчас? Ну, проблема не только здесь и сейчас. Это проблема и в других регионах. То есть, как я уже сказал, что раз другие регионы уже принимали аналогичные законы и они были отменены, значит, это не наша приморская проблема. А именно сейчас, то, конечно, можно ввести дополнительный контроль за тем, как таксисты осуществляют свою деятельность. Ведь требования к исправности транспортных средств, оно ж не требование соблюдения скоростного режима медицинского осмотра, оно ж для таксистов тоже существует. То есть, оно одинаково для всех юридических лиц, оказывающих услуги в данной сфере. Просто в силу того, что таких фирм много, контроль за ними не осуществляется. То есть, поэтому, конечно, органы могли бы еще проверять деятельности данных компаний. Хотя главная проблема, опять же, человек должен иметь возможность передвигаться транспортом, иметь возможность уехать, а очень часто маршрутками пользуются, потому что автобусов очень мало. Иногда они полные, просто там нет места. Поэтому, конечно, пока эта проблема будет, хоть усиливай административный контроль, усиливай давление, вот работу на вот этих вот частных перевозчиков, пока не устранена причина, почему люди к ним идут, оно так и будет. Все равно они найдут лазейки в законе, будут стоять еще дальше от вокзалов, то есть, будут зазывать как-то по-другому, то есть, будут давать объявления, то есть, как-то, ну, найдут. Бизнес, если эта услуга востребована, бизнес найдет возможность для того, чтобы ее предоставить людям. Ну, вот, продолжая тему административного кодекса, могли бы вы перечислить какие-то новации, да, изменения в законодательстве на краевом уровне, то есть, повышение штрафов или, наоборот, их снижение за последнее время? В последнее время вот сейчас рассматривается изменение в законах административных правонарушениях краевой, но там практически он касается вопросов приведения с федеральным. Я бы сказал, что существенного какого-то вот увеличения штрафов нет. Была попытка со стороны администрации установить штраф за посещение лесов в пожароопасный период, но пока это положение, оно не прошло, не было поддержано депутатами из-за того, что есть риск, что людей будут штрафовать за то, что они просто ходят в лес. Никто не контролирует данные, установление данного пожароопасного периода, поэтому депутаты не поддержали. Здесь законодательство достаточно устойчивое, то есть, оно достаточно давно не менялось, но это связано с тем, что на самом деле федеральный закон оставил очень мало сфер краевому законодателю для установления административной ответственности. То есть, как бы все больше и больше сфер сегодня регулируется федеральным законом. А вот по штрафам за курение в неположенных местах это федеральный закон? Да, это федеральное законодательство. Это федеральный закон установил запрет, и ответственность может устанавливать, соответственно, только федеральный закон. То есть, есть такое вот правило, что краевой законодатель может устанавливать ответственность только за нарушение норм своего краевого законодательства. Более того, даже недавно была прокуратура протестована статья, то есть она была отменена судом в части того, что была установлена ответственность за несоблюдение муниципальных правовых актов. То есть если раньше это существовало, такая статья в краевом законе, что нарушение муниципальных правовых актов влечет наложение административного штрафа, сегодня и то этой статьи нет. Ну вот еще одна тема, о которой я хотел с вами поговорить, это введение института уполномоченного по защите прав предпринимателей. Тоже этот процесс идет уже несколько месяцев, обсуждается депутатами мнение как за, так и против. Хотел узнать вашу точку зрения, то есть нужен ли вообще такой институт и, собственно, за счет чего, каких средств там бюджетных, небюджетных он должен содержаться. Ясно. Ну такой институт, конечно, может иметь право место быть, но вот что нас насторожило в том законопроекте, который внесен губернатором, что по сути данная единица является, вот по тому закону, она по сути является единицей администрации края. То есть губернатор самостоятельно назначает данного уполномоченного. Там, правда, есть формулировка, что с учетом мнения предпринимателей, но, правда, совершенно не прописано, каким образом это мнение должно быть учитываться. То есть практика может быть таковой, что это мнение может быть учтено формально. Второй момент. На содержание уполномоченного, на наш взгляд, выделены неоправданно высокие средства, то есть, ну, к примеру, больше, чем на уполномоченного по правам человека. По этой причине мы не голосовали за данный законопроект и считаем, что, конечно, он нуждается в существенной доработке. А вот на уполномоченном по правам человека, какой у него аппарат, сколько выделяется? Я сейчас сумму затрудняюсь назвать, но мы сравнивали сумма меньшая. То есть и зарплата меньшая уполномоченного по правам человека непосредственно, и аппарат у него также. А в нынешней версии, насколько я помню, вот бизнес омбудсмену планируется 9 или 10 человек аппаратов? Да, да, да. И хорошая, их очень довольно высокая заработная плата. Последний вопрос такой политический. Вы входите в состав фракции КПРФ. У нас есть фракции других партий, которые называют себя оппозиционными. Это справедливая Россия и ЛДПР. Вот хотел у вас узнать, достаточно редко все-таки приходится наблюдать единодушную позицию трех фракций по каким-то вопросам. С чем вы это связываете? Я это связываю с тем, что все-таки реальные оппозиции сегодня у Единой России только одна. Это КПРФ. И ЛДПР, и справедливая Россия, если проследить их голосование и на федеральном уровне, в Государственной Думе, историю создания, к примеру, справедливой России, то видно, что все-таки это партии очень близкие к действующей власти. Нам очень редко действительно удается найти здесь какое-то единство. Я уже привел пример, когда мы консолидированно голосовали против того, чтобы дать по месту пребывания голосовать. Консолидированно мы выступали против введения метода империали. Потому что эти законопроекты непосредственно ущемляли данные партии. Поэтому у них тут не было другого выхода. Но в то же время были ситуации, когда у нас была договоренность по голосованию по корректировке бюджета отрицательному. И даже мы проголосовали, не прошла данная корректировка, где предусматривались высокие средства дополнительные на театр оперы и балета. Был момент, связанный с налоговым, льготами крупному бизнесу, когда мы тоже изначально все... То есть оно на уровне комитета не прошло, но потом... Да, даже не на уровне комитета, оно даже на заседании не прошло. Но появляется в ЗАГС-собрании губернатор, уже два раза была эта ситуация. И голосование данных фракций меняется после этого. А вообще отношение законодательно-исполнительной власти сегодня как оцениваете по сравнению с периодом, когда был другой губернатор? Вам довелось и в том, что заявили в этом? Да, да. Ну, конечно, действующий губернатор, он чаще, чем предыдущий, встречается с депутатами. Ну, к примеру, вот за то время, что я был в прошлом созыве, пусть это был небольшой срок, чуть больше года, но тем не менее, за это время ни разу губернатор лично не пришел на заседание законодательного собрания, ни разу не проводил встречу с депутатами за рамками заседания, встречу с фракциями. Действующий губернатор это делает. То есть он появляется при представлении ряда своих законодательных инициатив, законопроектов, иногда встречается с фракциями, встречается с депутатами. То есть до него донести свою позицию, конечно, проще, чем это было до будущего губернатора. Но в то же время, сегодня у нынешнего губернатора и ситуация другая. Если в прошлом составе у «Единой России» было больше 30 мест из 40, то сегодня это 23 мандата из 40. Причем один депутат уже давно заседание не посещает, это представитель «Единой России» Овечкин. Поэтому не всегда они могут своих депутатов полностью мобилизовать на заседание. Очень часто бывает, что нужно для принятия 21 голос, а их на заседание, пусть их 22, но на заседание пришли 19, 20, 18. И для того, чтобы какие-то вопросы прошли, естественно, нынешний губернатор вынужден идти на компромиссы с другими партиями, договариваться по ключевым моментам, которые... А вот что за моменты? По каким вопросам вас услышали? Ну вот я уже вам сказал, что, к примеру, это был вопрос по установлению льгот для крупного бизнеса. Мы так и свою позицию сохранили, мы не проголосовали за законопроект, но в фракции, допустим, ЛДПР, «Справедливая Россия», они, конечно, после появления губернатора свою позицию поменяли. То есть у прошлого губернатора такой проблемы не было. То есть ему хватало своей фракции, Единой России, для того, чтобы провести любую инициативу. Ожидаете, что ситуация как-то будет меняться до конца этого созыва? Не исключено, конечно, потому что все-таки есть некоторые и колебания во фракции Единой России. Это чувствуется, вот, ну, к примеру, появление малого числа Единой России на отчете губернатора, когда не могли открыть заседание. Буквально, кворум был на грани. Ведь то заседание сорвали именно депутаты Единой России. То есть практически все остальные депутаты, они были. То есть, ну, с нашей фракцией не было всего двух человек, но оба по уважительным причинам. Один по болезни, другой в командировке. То есть, как бы у нас не было цели, то заседание сорвать. А не появление ряда депутатов Единой России на отчете губернатора. То есть это некоторые все-таки, на мой взгляд, это не случайно. Это не было случайностью. Понятно. Ну, посмотрим, как будут развиваться события. Это, конечно, покажет. Отчет не последний, и депутаты еще долго будут работать. Благодарю вас за ответы на вопросы, в том числе самые такие не очень удобные, наверное. Напоминаю, зрителям у нас сегодня в студии был депутат Крайового законодательного собрания Павел Георгиевич Ашикмин. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин